всем привет сегодня в своем видео я попытаюсь более подробно вам показать как делать розу так как многие пишут в комментариях что не получается значит я начну с того что я покажу вам близко какая у меня насадка вот номер 202 вот изогнутые розы я даже хочу знаете вот я возьму линейку и вот верхняя часть лепесточка вот я даже померяю самый верх это миллиметр один миллиметр потом идет 2 миллиметра 22 в общем то вот здесь в самой верхней части 1 миллиметр загнуть и все остальное плавненько идет по 2 миллиметра вот если у вас не получается сжать ровно возьмите допустим вот я делала нож вот миллиметр его ширина вставляете и тогда плоскогубцами сжимаете это позволит зафиксировать и не сжать лишнего я думаю с насадкой все понятно и еще был такой вопрос как получить насыщенный красный цвет значит я всегда делаю так я обычно смешиваю два красителя красных разных производителей топ продукт и наш кондитер рождественский красный он такой темно-красный и еще такой момент нужно обязательно красить мешочек если вы хотите прямо вот сильно ярко красный сделать то крем покрасили и красьте мешочек вот это самый лучший способ чтобы добиться более такого насыщенного красного цвета ну и сейчас я окрашу как ну и можно кисточкой а можно прям также еще красный цвет очень хорошо добиваться вот такими сухими красителями то есть вы сделали цветок и его сверху посыпали для зелени возьмем насадку 101 розочка маленькая цвет окрашивала топ продукт зеленый и немножко персиковый кредо для основы просто пакетик срезаем значит теперь будем делать розу делаем основу берем нашу насадку первый оборот делаем просто давим и крутим гвоздик просто нужно закрыть вот эту вот основу давим и крути так сделали как бы бутончик делаем лепесточки значит насадку ставим на гвоздик давим начинаем и ведем немножко вверх вверх идет раз опускаем и убираем то есть вот такая вот дуга немножко получается теперь первые три лепесточка делаю прям вот ровно по центру лепестка ставлю насадку также вниз и начинаю опять давить и вверх вести вверх раз убрала и еще также в центре по центру ставим давим вверх вверх немножко и вниз вот можно вот так убирать вот ложить можно просто отрывать как вам удобнее будет теперь немножко можно не прям по центру чуть дальше то есть вы смотрите на сам цветочек вот как вот он у вас получается и ставите насадку вот эту вот нижнюю часть прям туда вовнутрь как бы загоняете немножко вот под наклоном вот так вот получается начинаете давить и также немножко приподнимаете вверх и вот убрали и еще лепесточек тоже не обязательно теперь вот прям по серединке брать лепесточка предыдущего можно немножко вот краешку его ставишь также ведем 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 раз убрали еще лепесточек также немножко уже не в середине краешку лепесточка берем так вот ведем ведем вверх приподнимаю немножко потом вниз и вот так вот раз и отпустили насадку я уже немножко больше наклоняю то есть видите лепесток первые три лепесточка как бы прямо насадку держу потом уже немножко постепенно я ее начинаю наклонять еще лепесточек также вот ставим уже прям видите как вот под наклоном давим давим раз и убрали если хотите большую розочку то нижние лепесточки удобнее вести вот сделали основную розу а нижние вот теперь на себя их начинает вести вот так же под наклоном теперь нижние делаем только под наклоном вот так вот с поставили ведем 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 сверху смотрим как лепесточек получается потом так вот раз и убрали ведем насадку всегда близко к цветочку чтобы он потом в какой-то момент когда вам уже нужно оторвать раз и отклеили но еще один нижний тоже вот я вот туда завожу насадку вглубь веду 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 потому так раз и убрала просто и вот такая роза получается теперь я посыплю сухим красителем все таки она еще знаете вот этот краситель он еще такую бархатистость придает цветочку не просто вот цвета еще она так он такой получается бархатный как будто вот цветок и зелень вот такая розочка получается значит еще раз основу делаем сначала просто давим и крутим гвоздик делаем такой вот один оборот раз и убрали как бы бутончик получается теперь ставим насадку на гвоздик начинаем давим немножко приподнимаем вверх и опускаем можете вот так просто раз и убрать можно вниз вот так вот сделать сейчас следующий вот просто убрала первый теперь посерединке ставлю предыдущего лепесточка также давлю веду вверх немножко такую дугу делаю раз вот так вот и убрала и он вот так приклеился также еще один третий лепесточек делаем по центру ставим ведем 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 вверх и так вот раз и убрали теперь можно немножко подальше делать не обязательно к центру иначе они получатся прям как капуста вот одинаковые а это вот немножко также раз убрали если хотите более набитую но закрытую розочку то как можно больше делайте лепесточка вот стоя если хотите такую распущенную то уже сразу начинаете постепенно наклонять насадку под наклоном делать лепесточки и так вот туда я вот ее немножко так раз туда вдавила прямо в основании цветочка давлю-давлю-давлю раз убрала еще так вот ставила давлю-давлю-давлю убрала вот теперь можно с этой стороны добавить нижних лепесточков вот на себя давишь давишь-давишь-давишь раз вот так вот аккуратно и убрала и еще нижний один лепесточек можно сделать давишь-давишь раз и убрала и вот такая розочка получается вот кстати когда уже полосы хорошо видно вот так от красителя то его даже красить и пшикать в общем то можно и не делать такая вот получается красивая розочка и обязательно зелень еще давайте сделаем основу основу я делаю обязательно потому что цветок большой достаточно без основы он будет падать соответственно если он у вас будет шататься на гвоздики то вы ровно лепесточки сделать не сможете значит делаем давим закрываем теперь начинаем ставим насадочку прям дотрагиваемся вот низом насадки кто гвоздика и так далее вверх поднимаем ведем 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 можно вот так раз и как бы вниз он сам лепесточек отрываются потом еще посерединке вот прям посерединке лепесточка ставим прям на гвоздик начинаем давить давим слегка опять же вверх и и вниз раз вот так положили вот она такая дуга получается как бы из листика не просто я делаю вот так вот отрываю как на на прямых насадках теперь третий лепесточек также по центру можно уже чуть-чуть сместить вот смотришь на розу и вот давишь опять чуть-чуть вверх поднимаешь и убрал вот такой бутончик получился еще теперь ставим ведем 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 раз я даже гвоздиком помогаю если гвоздик у меня видите двигается вот допустим сейчас покажу еще раз вот я беру я его видите гвоздик у меня тоже под наклоном вот как мне давлю и вот гвоздик наклоняю наклоняю опа так положила и цветочек никуда у меня не падает если он у вас вдруг шатается то вот сюда немножко себе вот так вот крем нажали чуть-чуть его выровняли чтобы он не упал еще вот ставлю под наклоном а так вот раз 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 виду и убрала еще лепесточек можно и низ прижимать прижимать низ к цветочку прижимаем чтобы лепесточек прям приклеился как нужно нам а здесь нет а сверху остался такой вот открытый еще можно лепесточек сделать и убрали с этой стороны один и зелень еще сделаю белые розы чтобы разбавить наши красные белые и присыплю их сухой сухим красителем все тоже самое белые просто будет плохо видно розы готовы я вот себе кремом наметила как я их буду располагать торт я выровняла естественно и диаметр торта 25 сантиметров ну и буду устанавливать розы листик я буду делать листик галочка крем покрасила топ продукт зеленый и добавила несколько капель персик кредо и не сильно промешала вот такие разводы остались что и и и и я все-таки взяла темно-зеленый цвет насадка круг 5 миллиметров окрасила вот такими красителями авокадо 40 и 51 угольный черный кредо и белый крем срезала пакетик все-таки я добавлю таких белых цветочков я немножко побольше срезала пакетик чем делала вот эти вот точечки и хочу вот такие как бы кружева сделать ну вот так получилось сегодня такие розы у кого остались вопросы пишите пожалуйста в комментариях я на все отвечу на этом все всем кому понравилось ставьте лайки подписывайтесь на мой канал и всем пока